Когда очнулся, уже наши позиции были заняты соучниками. Раза два на полигон съездили, позанимались и как бы все. Завальная команда кругом! Собирался ехать по инженерной тематике, валить по новостановлению. Нацисты, вот это вот все, НАТО подбирается к России. Ну, очень часто задаваемый вопрос. Война, да, это страшное разрушение, все. Война, да, 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 да. Дозволяете? Да. Собирай, пожалуйста, мы можем это интервью використовывать, вы дозволяете нам? Да. Я строительством занимался. Догадывался, что да, будет там мобилизация, что-то. Ну, думал, может, как-то не попаду или как-то еще что-то. Ну, нет, попал. По телевизору, что вот преподается это все, нацисты, вот это вот все, НАТО подбирается к России. Частично что-то веришь, ну, пришла повестка вечером. В повестке указано было, что вы попадаете под частичную мобилизацию, ну, и прибыть там в определенное время, утром, там, в 9 часов или в 8, я не помню уже, в военкомат по месту жительства. Это было 11 октября 22-го года. Приехал в военкомат местный, вот нас собрали и увезли там в областной, по-моему, военкомат. И это самое, на самолет и увезли в Буденновск город на обучение. Обучение слабое было. Полк собирали, ну, в основном только полк собирали, а так обучения мало было. Раза два на полигон съездили, позанимались и как бы и все. Я вообще собирался, как специалист по установке мачты мобильной связи, собирался ехать по инженерной тематике в Олепо на восстановление. Поехать, сделать свою работу и вернуться. Там на полгода у меня был контракт подписан. Было в 22-м году, где-то, наверное, приблизительно в мае месяце началось. Попал в составе 810-й бригады в Херсонскую область. Были в роте охраны, охраняли дамбу, насосную станцию. Это недалеко от Ново Алексеевки, получается. И все ждал перевода в инженерные части, и перевода не было. Потом как-то получилось, что у нас быстренько перебросили Запорожскую область. Там я попал в плен. Когда очнулся, уже наши позиции были заняты слушниками. У меня была контузия. Это второй день в бою. Заблудились. Получили задания, надо было наладить связь с людьми. Мы пошли, сказали, куда там приблизительно. Мы местность не знаем, первый раз заехали только туда. Ну и как бы заблудились. Ходили-ходили, уже ночь наступила. Обстрел начался, заблудились и попали в засаду. Получается, нас окружили. Ну и все. И как бы принудили уже сдаться. Потому что настроя было, сопротивляться смысла не было. Условия нормальные. Условия, учитывая, что ты находишься в плену, условия нормальные. Ну, конечно, хотелось бы иногда лучшего, но бывает есть нюансы, которые мне очень сильно так не понравились. Ну, например, я сегодня приехал по этапу. Вот я за сутки в поезде сколько просились, ни разу даже в туалет не сходили. Вот я сегодня приехал. Да, вот мы пришли сразу, сдали вещи на хранение, в чем мы были. Приняли баню и с бани вышли уже в униформе. Все, что нам надо было. Ну, это не то, что там игра на камеру, это действительно, я констатирую факты. У нас все есть. Просто еще не успели привести себя в порядок, нас быстро, поэтому я еще немножко небритый там попал. Опять-таки, запорожское СИЗО. Там, да, был человек, который по соц. обслуживанию заключенных, он сам по себе тоже мусульманин, он там давал пешие заявления, Коран, ну, все религиозные. В литературу, вплоть до молитвенного коврика, он все будет, да, да, да. То вы тут бачите каких-то нацистов? Ну, нет, не встречали. Нацистов? Нет. Такого, как показывали по телевизору, не было. Какое перебивание в полонии тут? Умовы, ежа, как вода? Ну, нормально, более-менее нормально все. Я переехал в Крым в 92-м году, в то время надо было 7 лет прожить, чтобы получить украинское гражданство. Я в 99-м году получил украинский паспорт, ну, по истечении 7-летнего 40-го. Потом мы стали российским, и я поменял паспорт на российский, потому что жить, работать надо. Ну, в 14-м году. Ну, если честно, я особых перемен не почувствовал, там, в смысле в том, что, как приходилось работать, так и приходится работать. Лишь вы знали историю своей родины? Конечно, знаю. Вы были депортованы чумом? Ну, как враги народа, не только крымские татары, там, весь, вся территория Крыма, чеченцы, ну, много людей пострадали. Ваши в Крыму мали все, напевно, и хату, и город, и сад, и их забрали, и туда выкинули, в Узбекистан. Там народились вы. Это бурбина, радянская система, радянский союз, Сталин. Вы сейчас не проводите аналогии, то, что вы видите, что происходит в Украине? Ну, вот видите, вот, все время почему-то, когда касается, задается вопрос про крымские татары, и начинается тематика уход, после депортации уход, вот эта боча, там. Вы же тоже не забывайте, что, например, мы приехали в Крым, мы же до, как вы называете, аннексии Крыма, мы же таки не были оправданы украинской стороной, мы таки оставались единственными предателями Родины, на территории бывшего Советского Союза, мы оставались до сих пор неоправданными. Это же тоже никто не учитывает почему-то. То есть Россия, сегодняшняя история России. Если вечно, если обидой жить, то уже там можно копать-копать историю, но этим же тоже, там, это же грех, что по-мусульманским, что, ну, по всем. Ну, если там сопоставлять, я, как бы, никого не оправдываю и никого ни в чем не обвиняю, но сопоставляю факты. И очень часто слышал такие вопросы, например, вот, ты же крымский татарин, когда война началась, надо было выезжать с Крыма. Ну, это тоже легко рассуждать со стороны. Во-первых, куда, за что, за какие деньги, если даже так, если бы я хотел бы даже. А сейчас, конечно, легко судить. Вот, ты поймался с оружием, вот, ты предатель. Почему я-то был вдруг предателем? Почему я могу? Ну, да, оружие взял. Ну, почему я не должен был убежать с Крыма? Почему никто не пришел, не спросил тогда, там, помочь тебе, уехать, не уехать? Родственники знают, да. Что вы в полонте? Да. Ну, знают, что жив, здоров, все нормально. Удалось позвонить изначально, а потом через Красный Крест переписывались, письма перевели. Ну, письма отправлял. Паспорт украинский остался, да. Ну, у меня и российский, и украинский есть. Война, да, это страшное разрушение, все. Люди страдают. И с той стороны, и с этой стороны. Ничего хорошего в этом нет. По-другому воспринимаешь все. Когда это все сам, своими глазами увидишь, это все. Страшно. Если бы знал, что все вот так вот произойдет, ну, наверное, нет. В Крым, в Крыму бы, ну, все там, в Крыму. Нет, наверное, нет. Это центральный табор, который открылся от самого начала широкомасштабного вторгнення. До табору прибывают полоненые, которые взяты в полон на лінію боевого зиткнення. Это нормальная процедура. Они прибывают с поранениями, они перебывают в поганом физическом состоянии. Но тут им надается вся необходимая помощь. Нема тут жінок полонениных. Для них створені спеціальні окремі місця утримання. Маються на увазі всередині таборів. Але немає жінок полонених. Була за весь час одна полонена жінка, яка була обміняна. В наших таборах, місцях утримання російських військовополонених, ми дотримуємося умов, які прописані в Третій Женевській конвенції щодо поводження з військовополоненими. Це достатнє харчування, можливість зв'язку з рідними, медичне забезпечення і всі умови, повага до гідності, всі умови, які Україна, як європейська держава, документи ми підписали, ми їх дотримуємося. Червоний Хрест має також можливість спілкуватися з полоненами in a confidential manner, в окремих кімнатах, окремо від адміністрації. Вони постійно мають можливість перевіряти умови, спілкуватися з полоненами, також виділяють певні кошти на покращення умов перебування. І ми вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного Христа здійснювати свій мандат також на території Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях України, щоб вони могли відвідати також всіх українських військовополонених. Звичайно, ми стежимо за тим, як ставляться до військовополонених як в Україні, так і в Росії. І якщо ми бачимо порушення під час наших візитів, то звичайно, що ми ці порушення фіксуємо. Але ми їх ніколи не обговорюємо публічно. В Україні ми маємо доступ до певних військовополонених, не до 100 відсотків, але до певних маємо. Ми можемо здійснювати регулярні візити. Чому це важливо? Тому що, якщо ми бачили певні порушення і наголосили про необхідність їх усунути, то повторний візит дає можливість подивитися, наскільки їх було усунуто. У нас є просто свої правила, так би мовити, цих візитів. Це можливість поговорити з військовополоненими тет-а-тет. Це, як правило, велика кімната, де є багато військовополонених. Навіщо це робиться? Для того, щоб ніяким чином адміністрація не могла зрозуміти, якщо є ж скарги, від кого саме йдуть скарги і, так би мовити, вплинути потім на долю цієї людини. Тобто ми збираємо всі скарги, якщо вони є, і потім їх доносимо. А також ми повинні мати доступ до всіх приміщень, якими користуються військовополонені. Тортури неприйнятні в будь-який спосіб. Тобто ми на це звертаємо увагу в першу чергу. Але є якісь там інші моменти, погані моменти в поводженні. Людина може поскаржитися. Це можуть бути скарги як нормальні, обумовлені, а так і, в принципі, не обумовлені. Тому що, ну, ясна річ, що порівнювати місця утримання під вартою з готелем дуже складно. І часто люди ніколи не опинялися в таких умовах. Тому вони можуть скаржитися на ті речі, які притаманні таким місцям. Тобто в залежності від характеру скарг ми, відповідно, реагуємо на них. Після закінчення воєнних дій відбуваються обміни полоненими. Це так прописано в міжнародному гуманітарному праві. Але ми змогли зробити обміни і повернули вже 3135 людей. І ми працюємо над тим, щоб ці обміни продовжувалися. Ви хочете додому? Звісно. А що плануєте? Іти далі в сільську армію чи іншим занятим? Ну, дуже часто задаваємо питання. Якщо чесно, я навіть не знаю відповіди на це. Я ж не знаю, як нас демобілізують після цього. Или знову відправити. От этого ж ніхто не гарантировав. Я ж це не можу гарантировати і обманувати не хочу. Я не знаю.